В ребячьих дневниках, где станут они просто мужьями, отцами, возлюбленными, где снег поскрипывает, как спелый арбуз, по-земному пахнет хвоей и дымком костра. Где ждут их друзья и творения великих мастеров. Вот Дрезденская галерея открыла воинам свои бессмертные поломбы. Дрезденская галерея, чьи сокровища были спасены от гибели советским солдатам. Сыновьям и внукам своим завещал он уважение к цивилизации столетий. Они могут честно смотреть в глаза Рафаэлевской Мадонны, потому что помнит она. Помнит, как встречала Европа своих освободителей. Они не только спасли жизнь народам и славили от рабства и унижения. Они сохранили миру бунтарские строфы Гейна и Мицкевича, вояне Вито Створа, мудрые полотна Рембрандта и каменные свечи пражской готики. Они спасли мир для социальной справедливости, разума и прогресса. Радость победы разделили с нами народы антигитлеровской коалиции, бойцы сопротивления, антифашисты Европы. С победой родился новый мир, стран социализма. Ныне историческая ответственность советских вооруженных сил приобрела поистине международный характер. Вместе с братскими армиями стран-участниц Варшавского договора они стоят на страже безопасности всего социалистического задружества. За 20 лет своего существования организация Варшавского договора уже обрела серьезный опыт в решении вопросов коллективной защиты в завоевании социализма. Это уже привычно – видеть вместе советских солдат и, скажем, воинов Германской демократической республики. Ведь их соединяет прекрасное понятие – единомышленники. О таких привалах хватит рассказов и дома, в отпуске, и на свидание с матерью. Когда скажет она – милый ты мой, как ты тут? А ты скажешь – порядок. Как дома-то? Кто женился? Кто новоселье справил? Как там моя? Ждет. И хотя маму не всегда поведешь на занятия, тренировку, пусть увидят они в нашем фильме, как в армии их недавние мальчишки становятся отличными спортсменами, как взрослеют они физически и духовно, как становятся настоящими мужчинами. А кто живет неподалеку от счастья? Милости просим в солдатское кафе провести вечер у курлыкающего по-домашнему самовар. Знаете, о чем рассказывает этот паренек? О том, что с товарищами он собственными руками строил это кафе. Что ж, этим не грех и щегольнуть перед девушкой. Между прочим, танцоры эти тоже солдаты. Участники одного из бесчисленных самодеятельных армейских ансамблей. Дом не отрезан от воина ни тысячеверстными просторами, ни глубинами океана. На атомную подводную лодку пришли радиограмма с Земли. С днем рождения! С днем рождения сына! С Новым Мирным Годом, друзья! Мирный календарь стерегут и могучий ракет. В послевоенные годы партия уделяет особое внимание развитию ракетного оружия. Главной ударной силой советских вооруженных сил стали ракетные войска стратегического назначения. Межконтинентальные баллистические ракеты огромной мощи. Их большая дальность действия, высокая надежность поражения цели делают это оружие решающим средством разгрома противника в современной войне. Как рождала самужала эта ракетная мощь полковник-инженер Валентин Александрович Юрин знает день за днем. И помнит он все. Как готовился первый старт, как выбиралась площадка и строилась еще никому неведомое сооружение ракетодром. Помнит и совещание с Леонидом Ильичом Брежневым, которому партия поручила тогда это ответственное дело. Руководство созданием отечественного ракетостроения. И прародителей современных ракет, гвардейские минометы, помнит Юрий, в годы войны он командовал дивизионом «Катюш». Какими сокрушающими казались они тогда. И как почти безобидно выглядят они ныне по сравнению с этими гигантами, неустанно совершенствуемыми и обновляемыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Владение мудрой военной техникой немыслимо без ежедневной многогранной учебы, без завладения достижениями современных естественных наук. Владение техникой немыслимо без учебы тактической. Это модель боя. Но точность военной мысли в истинном масштабе. Наши вооруженные силы гигантская школа, в которой учатся все. И солдаты, и командиры. Музыка Когда-то красные бойцы гражданской войны на коротких привалах учились складывать первые слова. Да и великое отечественное начинали солдаты, среди которых больше половины одолели лишь премудрость начальных классов. Сейчас нет воинов, не окончивших хотя бы неполную среднюю школу. А для командиров полков, командиров кораблей высшее образование норма. И еще одна наука пронизывает всю учебу, всю жизнь армии. Наука марксистско-ленинского осмысления мира. Наука, которая помогала выигрывать самые тяжелые бои минувшей войны. Музыка Армия учится. Учатся солдаты и генералы. Да, наша армия владеет знаниями и владеет техникой. Но современная техника достояние и других армий. Однако на вооружении западных армий нет нашего главного оружия идейности коммунистов-ленинцев и главной стратегии победы направляющей силы коммунистической партии, которая заявляет с трибуны своего съезда. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Укреплять советское государство это значит укреплять его вооруженные силы. Всемирно повышать обороноспособность нашей Родины. И пока мы живем в неспокойном мире, эта задача остается одной из самых главных. Музыка Девять десяток советских воинов коммунисты и комсомольцы. И вступление в партию великий акт приобщения к братству коммунистов тоже принятие наследия тех, о ком сказано в песне чтобы пуля достала до сердца нужно прежде пробить барный билет. партия она бессменный пламенный комиссар армии страны советов. Недаром в частях и на кораблях вы часто встретите руководителей партии и государства. партия ее заботами выращены наши могучие вооруженные силы. и членом политбюро ЦК КПСС министр обороны СССР маршал Советского Союза Гречко говорит от имени советских вооруженных сил. Венинские традиции идеологической работы свято берегутся и развиваются нашей партией. Наглядываясь на пройденный за последние годы путь в области военного строительства мы имеем все основания сказать что наши вооруженные силы достигли должного боевого совершенства. Они вооружены современными видами оружия и боевой техники личный состав вооруженных сил знает военное дело обладает высокой сознательностью глубоко предан коммунитической партии советскому народу и нашей родине. И в целом Советская армия и военно-морской флот обладают необходимой боевой готовностью способны вести активные и решительные действия во всех сферах на земле в воздухе и на море с использованием всех видов оружия. Рассказывая о сухопутных войсках мы сказали что вы увидите их в действии. И вот сейчас вы станете свидетелями общевойсковых учений. В них принимают участие танкисты мотострелки ракетчики артиллеристы воины других родов войск и видов вооруженных сил. Итак войска выходят в исходный район. По замыслу командования в глубокой тылу условного противника должен быть выброшен воздушный десант. и по замыслу и по замыслу и по замыслу Субтитры создавал DimaTorzok Панель, все готово к началу боя Береза, час сосна, буря, ливень, гром, огонь! И грянул бой, учебный бой, бой упорный и напряженный Успех его решает тесное взаимодействие всех видов оружия Наносится удар по фронтовому аэродрому условного противника И хотя в таком бою огонь ведется по самолетам-мишеням И танкам-мишеням Обстановка максимально приближена к боевой Устремляется в атаку танки Главная ударная сила сухопутных войск Однако при самой могучей технике Залог успеха – люди Их личная отвага Радное мастерство их Вера их Высокий дух В поединок с танками противника вступают противотанковые управляемые реактивные снаряды Огонь по воздушным целям Жарко не только на земле, но и в воздухе По объектам, расположенным в тылу противника Наносится ракетный удар Война на земле длится уже несколько часов Десант приближается к цели Вот так выглядело десантирование на зре своей истории А вот так теперь Прямо с неба Бой Как видите, боевые машины десантников умеют не только плавать, но и летать Четко срабатывает система мягкой посадки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тут же в атаку Дорога ведь каждая секунда Дорога ведь каждая секунда Еще один десант Морской Его доставили корабли-вездеходы Корабли на воздушной подушке Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С моря высаживаются и мотострелки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Танки вышли в тыл противника И вот он последний штурм Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мудрость нашей внешней политики Разрядила напряженность в мире Но мир еще не спокоен Активизируются империалистические Агрессивные блоки Растут их военные арсеналы И разум не всегда торжествует На заседаниях штабов И государственных канцелярий Вот почему наш народ Не жалеет усилий для укрепления Своей армии И каждый из нас знает Что социализм, мир Он сам надежно защищены Лежит над нашей землей Возмужавшая 30-летняя тишина В ней живут голоса городов Дыхание заводов Большое сердцебиение народа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И в бессменном дозоре Стоят над городами и реками земли Бронзовые солдаты Вечные ровесники молодых поколений Которым они поручили Спасенный мир Бронзовые солдаты Черца фуна Победные салюты Бессмертной славой мы одарены И каждый час, и каждую минуту Глядят на вслед герои той войны Мы знаем, обширятся и делят В планету, подзая грозный час Ведь мы с тобой наследники победы Страна не зря надеется на нас Ведь мы с тобой наследники победы Страна не зря надеется на нас Она уже возмужала тишина над нашей землей Ей тридцать лет Она вобрала в себя и плеск воды И перешептывание трав И птичьи разговоры на заре А когда впервые она легла На битой кирпич на израненные деревья Она была огромна От той минуты, когда в упор Было расстреляно мирное время Замершее на циферблате этих часов Из Брестской крепости И как у солдата Ноют старые раны земли И слышит она Слушайте все Слушай мир Слушай спасенное человечество С тобой говорит советский солдат-победитель С Красной площади С Парада Великой Победы Победа не пришла сама Как говорил Леонид Ильич Брежнев Общественная система социализма Ее экономические и организационные возможности Идейное и политическое единство советского общества Советский патриотизм и пролетарский интернационализм Дружба народов СССР Их сплоченность вокруг коммунистической партии Беспримерный героизм и мужество советской армии Вот главные факторы Определившие победу советского народа В Великой Отечественной войне От северных широт Где морозные волны смывали кровь С береговых валунов До пересохших южных лиманов Где воды порой бывало меньше, чем крови Тянулась долгая линия боя И фронты проходили в этом точном порядке Жестокая география войны И славная биография победы Кажется, 30 лет длится то победное шествие Взявшее исток на Красной площади Уже посидели солдаты Но у народа нет возраста Оттого не старится людская благодарность героям Субтитры создавал DimaTorzok Тишина лежит На зазеленевшем пепелище Хатыни Тишина простерлась Над Пискаревским кладбищем в Ленинграде Тишина несет дозор у врат памяти Когда воскресают не только зной боев Но и холода блокад В этой тишине Есть святые минуты Минуты молчания Когда мы склоняем знамена Перед величием павшим Когда миллионы остановившихся солдатских сердец Начинают биться в гранитной груди монументов Когда воскресают слова прощания Когда цветы обнимают бронзу Цветы расцвели повсюду Где фашистский сапог Хотел вытоптать жизнь Спасенную нашим солдатам В эти минуты Сегодняшние воины Безмолвно клянутся Достойно наследовать Все, что завещала им Великая победа Заступают на вахту Наследники бессмертного подвига И минута молчания Вмещает в себя Все 1418 дней войны Он был непрост Этот подвиг Этот ратный путь Когда враг обрушил на нас Всю мощь огня и железа Война вламывалась в дома Крохотом нацистского приклада И в редкую дверь Не постучала она Робким стуком почтальона С похоронкой От горестных дорог отступления От первых красноармейских атак Прошагал солдат по войне Тысячи километров Миллионы и миллионы шагов А ведь за каждый шаг Заплачено было Кровью И жизнью Да Враг был силен Тем больше наша слава Слава Возвестившая уже голосом Тысяч орудий о нашей силе Слава Утвердившая мир На руинах Старицы Третьего Рейха Старицы войн Смерти И рабства В тишине библиотек из учебников истории Поэтических стров Придут к юным имена героев И имена знаменитых сражений Но юные поколения должны знать Что их жизни Самому их рождению Угрожали новые войны Холодная война Объявленная империалистическими державами Социализму Едва мир воцарился в Европе Породила агрессивные блоки Угрозы Пресловутую политику с позиции силы Но и о нашей силе думал народ Заботилась партия Укрепляя советскую армию Чтобы сберечь мир И кажется локаторы прислушиваются К ребячьим сновидениям Истерегут небо Не позволяя ему стать страшным Противовоздушная оборона страны Служба охраны неба Мудра и бессонна Глубоко под землей Ее зрение, слух, осязание Бесконечно точнее И могущественнее Простой человеческой зоркости Ее небесные, караульные Стремительные, мобильные Небо То же самое, которое заслоняли Своими телами Серебристые аэростаты Ощупывали руки прожекторов Шли на таран храбрые машины Тихоходы по нынешним меркам Но с наблюдательных постов Видели солдаты неба будущего Под надежной защитой своих сыновей Ради которых они сражались И умирали В том давнем небе Воевал герой Советского Союза Николай Козлов Он сбил 23 самолета врага Два таранил Он открыл свой боевой счет В первый день войны А закончил над Берлином И мужество Козлова Наука боевой воли Для молодых летчиков Субтитры создавал DimaTorzok Минутами Секундами измеряется Сегодня в армии готовность И невольно приходят на память Былинные строки И разверзлась земля И выпустила на врагов Огненные стрелы Сегодня Войска противовоздушной обороны страны Не просто сильнее Это качественно новые части И соединения Это могучий комплекс Зенитных ракет Авиации Электроники И радиотехнических средств Они способны отразить Любое нападение Воздушного противника Цель в зоне Пусть Ведут учебные ракетные стрельбы По самолетам-мишеням И ракетам-мишеням КОНЕЦ 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 Надежен Океан земной Сегодня флот Поистине Океанский Сфера его действия Практически Безгранична В надводных и подводных кораблях Воплощены новейшие достижения Науки и техники Хозяева океанских глубин Атомные подводные лодки Главная ударная сила флота Они вооружены Могучими торпедами И баллистическими ракетами И в каких бы широтах Не плавали наши корабли Учеба экипажей Непрерывно Как круглосуточная вахта Перш ходовой Есть, Перш Да самый полный ход Есть, да самый полный ход Запустить форсажные Есть, запустить форсажные Берево 330 Берево 330 Цель на автомат Цель ставит помехи Отстроится от помех Цель сопровождается Цель маневрирует Внимательнее на приборах Цель в зоне Пусть Новая задача Найти и уничтожить подводную лодку Условного противника Лодка обнаружена Ее курс вычерчивают горящие буи Огонь! В океанских просторах Военные моряки умеют И уничтожать лодки И вести с лодок Ракетные пуски И море помнит войну В нем командовал Легендарным эсминцем Гремящий Отец капитана 3-го ранга Васильева В море не стоят Придорожные обелиски славы И братские матросские могилы В морской глубине Нельзя убрать Первыми весенними цветами Но всякий раз Проходя над местом гибели Легендарных кораблей Моряки отдают им дань Памяти Ведет корабль Капитан 3-го ранга Василин Есть у него Кроме воинского звания Еще одно Обязывающее И почетное Сын Воина Успех Той или иной операции Может быть решен В воздухе Или на море Но главное это сражение Всегда идет за землю Поэтому сухопутные войска В самой крупной По численности И боевому составу Бит советских вооруженных сил Сила Ловкость Смелость Способность Успешно переносить Физическую И моральную нагрузки Необходимы солдату И армия Закаляет воина Чтобы представить себе Сложности Многообразия Воинской службы Достаточно сказать Что только в мотострелковом полку Свыше ста различных специальностей Все части сухопутных войск Моторизованы А люди укрыты броней Они помнят Суворовскую заповедь Тяжело в учении Легко в бою На вооружении Современных сухопутных войск Состоят Ракеты Оперативного И тактического назначения Мощная Ствольная И реактивная Артиллерия Противотанковые Средства И минометы Танки И бронемашины Летательные аппараты Различного назначения Зенитные Ракетные Комплексы И самоходные Зенитные Многоствольные Установки Автоматизированные Системы Электронная Аппаратура И средства Связи Позволяющие В любой Обстановке Твердо Управлять Войсками На различных Театрах Военных Действий Сухопутные Войска Способны Действовать Самостоятельно И эффективно Взаимодействовать Со всеми Видами Вооруженных Сил В нашем Фильме Вы Увидите Это Бездорожье Реки Не преграда Для современных Бронированных Черноморов А помните Переправа Переправа Берег Левый Берег Правый И дороги Не следа И может быть На Вислии И Одере На Вултаве И Дунае В смертных Своих Снах Грезили Герои Об этом Чуде Когда за Несколько Минут Через реку Перекинулся Мост По которому Могут Тут же Идти Артиллерия Танк Солдаты Солдат Какое-то Многозначное Слово Оно может Звучать Как захватчик Поработитель Убийца Но для Нашего Солдата Оно Равнозначно Словам Защитник Освободитель Патриот Потому что Это Солдат Особой Армии Не имеющий Аналогий В истории Не брецать Оружие Не запугивать Приходят они В разноязыки Далекие порты Их походы Именуются Мирно И уважительно Визиты Дружбы Визиты Вежливости И новые Знакомцы Не могут Не откликнуться На дружелюбие Это армия Интернационального Долга Армия Готовая Прийти На помощь Тем Кто Отстаивает Свободу Социальный Прогресс И Национальное Достоинство Не топить В напалмовом Огне Мирные Селения А помочь Поднять Затопленные Корабли Приходили мы В республику Бангладеш Мы помогали Превратить Минное поле Светского Завива В спокойную Дорогу Кораблей Мы были Чуткими К нуждам Других Народов Потому что Наша Армия Это Армия Самого Народа В 1918 В этом Цехе Бывшем Гранатном Корпусе Завода Михельсона Ленин Принимал Военную Присягу Вместе С рабочими Бойцами Уходившими Защищать Юную Республику А сегодня На завод Имени Владимира Ильича Приходят Солдаты Чтобы получить Мудрый Отцовский Наказ И теплое Материнское Благословение На верность Партии И революции Нерасторжимое Единство Народа И армии Вот корабелы Передают Экипажу Новорожденный Корабль Наверное Так В старину Кузнец Передавал Сыну Выкованный Меч Чтобы тот Вынимал Его из ножен Только для Праведной Битты В годы войны Передавали мы Оружие Нашим воинам Мы отдавали Фронту Все Чем Владели От жизни Своих Любимых До Бессонных Ночей В промерзлых Цехах Потому что У фронта И у тыла Была Одна Жизнь Одно Горе Одна Радость И в общем-то Передавая Начиналась И на Урале И в Кастане И за Кавказским Хребтом И сегодня Они живут Одной Жизнью Солдат И Родина И часто Ты увидишь Солдатскую Гимнастерку Там Где привык Видеть Комбинезон Хлебороба А когда Стрясется Беда Они Всегда Придут На помощь Как вы видите Это кадры Черно-белой хроники Они Они не снимались Специально Для нашего фильма Стихийное бедствие Не планируется Сценариями Но Струб И как По сигналу Боя По сигналу Учебной Тревоги Готовы Взмыть В небо Боевые машины Авиация Это Сверхзвуковые И ракетоносные Самолеты Способные Летать На малых И больших Высотах Скорость 3000 Км в час Потолок Более Трех Десятков Км Не предел Для них Не существует Превратности Погоды Дня и ночи Я 508 Шасси Не выходит Слушайте Мои команды Уменьш Скорость До 500 Я 508 Вас Понял 508 Поставь кран Шасси Нейтрально 508 Выпусти Переднюю Стойку Понял Рубка 508 Передняя Стойка Вышла Я Рубка 508 Открой Кран Шасси Аварийного Выпуска Шасси На правом Пульте Понял Шасси Выпущены Зеленые Горят Да Сейчас Это учеба На тренажере Но Боевой Опыт Отцов Школа Мастерства Сыновей Однако Не только у тренажера Но и на летном поле Встретите вы этих двух летчиков Это действительно отец и сын Генерал Иван Дмитриевич Сверидов И лейтенант Юрий Сверидов Иван Дмитриевич был тем Кто сбил один из фоке-вульфов В последний день Великой Отечественной войны Позже он заблудился в тумане И однополчане уже думали Что в село Нижняя Матреновка Марии Ивановне Сверидовой Матери десятерых детей Придет еще одна похоронная Но он жив Сколько крылатых солдат войны В вечных просторах неба Встретили свою вечную славу И в небо защищенное И покоренное героями Днем и ночью взлетают Всепогодные истребители Истребители-бомбардировщики И разведчики А реактивные турбовинтовые машины Дальние авиации Могут находиться в воздухе Десятки часов Встретили свою вечную Истребители-бомбардировщики Истребители-бомбардировщики Самолет может быть дозаправлен в полете Где угодно Днем и ночью Днем и ночью Из дальних странствий по небесным дорогам и облачным перевалам возвращается на землю, где ждут их домашний вечер.